С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Ковид-19 теперь и в селах. Два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили у жителей поселка Нельминос, вернувшихся в округ из Москвы. Необычно теплая осень расслабляет северян. Кажется, что заморозки еще очень далеко. Узнаем у метеорологов, когда пора менять летнюю автомобильную резину на зимнюю. Какие социальные выплаты, предусмотренные в окружном бюджете, будут перечисляться с 1 октября получателям только на банковскую карту МИР, расскажут специалисты отделения социальной защиты. За искусственным интеллектом будущее уверены участники уроков цифры, которые проходят во всех школах округа. Наша съемочная группа побывала на одном из них в школе номер один. Новая коронавирусная инфекция Амбулаторная инфекция В Ненинском округе с начала пандемии зарегистрировано 336 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 323 человека уже полностью излечились от заболевания. На лечении в стационаре Ненинской окружной больницы на сегодняшний день нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечение получают 10 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому и в обсерваторе находится 132 человека. Напомним, на территории Ненинского округа режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией продлен до 31 октября. Вместе с тем въезд для прибывающих в округ из других регионов свободный. Двухнедельная самоизоляция не предусмотрена. Справки об отсутствии заболевания не требуются за исключением детей, обучающихся в образовательных учреждениях, а также их сотрудников. Умная бытовая техника, голосовые помощники и навигаторы. Все эти интеллектуальные системы существенно упрощают нашу жизнь. В том, что за искусственным интеллектом будущее уверены участники уроков цифры. Наша съемочная группа побывала на одном из них в школе номер один. Впервые определение этого понятия было дано американским информатиком Джоном Маккарти еще в 1956 году. О чем идет речь? Современные технологии все глубже внедряются в нашу жизнь. Им уделяется большое внимание, появляются новые профессии. Одна из приоритетных сфер – искусственный интеллект. Для более подробного знакомства с этой темой для старшеклассников школы номер один прошла лекция в режиме видеоконференц-связи с управляющим Архангельского отделения ПАО «Сбербанк» Константином Виноградовым. Это расширяет кругозор. Ты понимаешь, как действуют какие-то механизмы, алгоритмы, как вообще профессия. Это же люди делают. Проверить свои навыки, возможно, узнать что-то новое, совершенствоваться в информационных технологиях. После лекции ребятам было предложено задание на онлайн-тренажере, с которым они справлялись с удовольствием, потому что все новое – это пища для пытливых умов. Пытаемся обучить машину, чтобы она смогла с помощью тех задач, которые мы ей дадим, алгоритм, проехать хорошо площадку. То есть не врезаться никуда, не сбить никого. Мы отбираем материал, который будет ей помогать это все делать. Уроки цифры позволяют школьникам узнать о новых профессиях, определиться с выбором своей специальности, разобраться с механизмами создания искусственного разума. Ведь в 21 веке это неотъемлемая часть нашей жизни. Я считаю, что искусственный интеллект облегчает и нашу жизнь. Возьмите наши умные стиральные машины, потом роботы, которые помогают убрать. Потом возьмите умные утюги, плиты, которые забыл выключить, она понимает, что ты ее не выключил, выключится через некоторое время. Да, там тоже есть такой слабый искусственный интеллект, и он, в отличие, может быть, искусственного интеллекта от обычных устройств, то, что он может обучаться. То, что если мы его, например, учим подбирать для нас какой-то контент, он это запоминает, и потом уже напоминать не надо. Занятия в рамках проекта «Урок цифры» проходят несколько раз в год во всех школах Нинецкого округа и собирают большое количество учащихся общеобразовательных учреждений. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал «Север». 5 октября в Совете Федерации состоится комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Планируется, что на нем будет рассмотрен вопрос о реализации постановления Совета Федерации и Федерального собрания от 12 февраля 2020 года о государственной поддержке социально-экономического развития Нинецкого автономного округа. Участие в заседании комитета примут сенаторы от нашего региона Римма Галушина и Денис Гусев. Планируется, что в ходе заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера выступят представители образования, здравоохранения, строительства и финансов от Нинецкого округа. У нас дни субъекта были в январе, а в феврале у нас было подсчитано постановление Совета Федерации с серьезными рекомендациями. И вот сейчас мы готовимся к тому, чтобы посмотреть, что дело на что мы сделаем. Совместно с профильными федеральными министерствами представители региональных подразделений рассмотрят и обсудят результаты реализации постановления, которое было принято по итогам дней субъекта. Пункты, которые не удалось реализовать, детально изучат, выберут рациональный путь для их решения и дальнейшего воплощения в жизнь, в том числе с привлечением федеральных денежных средств. Итоги открытого конкурса на строительство школы-сада в Нинецком поселке Нальминос подведут уже 9 октября. Стоимость этого социального объекта составляет 672 миллиона рублей. Еще один важный для региона проект – реконструкция аэропорта Нарьинмара находится на согласовании. Подрядчик устраняет замечания. Об этом доложил на оперативном совещании губернатору, исполняющий обязанности руководителя профильного ведомства. Как сообщил в ходе оперативного совещания губернатора Нинецкого округа, исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинецкого округа Александр Чинаров, разработкой проекта занималась компания «Лен Аэропроект» из Санкт-Петербурга. В настоящее время предварительный проект находится на согласовании Федеральной администрации гражданских аэродромов. В целом на реконструкцию аэропорта Нарьинмар будет направлено свыше 4 миллиардов рублей. Средства будут выделены региону из федерального бюджета. На них произведут реконструкцию инфраструктуры аэропорта, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов. Также руководитель профильного ведомства рассказал о работах по реконструкции аэропорта в поселке Амдерма. Подрядчик уже определен. Контракт на общую сумму 770 миллионов рублей заключен с компанией «Отстрой». Выполнить работу необходимо не позднее 31 января 2022 года. В настоящее время решается вопрос о транспортировке первой партии плит в поселок Амдерма, а также песка и щебня. Длина бетонной взлетно-посадочной полосы Амдерминского аэродрома составляет 2 километра 600 метров. Аэропорт способен принимать воздушные суда массой до 200 тонн и вертолеты всех типов. С начала нового учебного года все учащиеся начальные школы получают бесплатное горячее питание, которое финансируется из средств федерального и регионального бюджетов. Чем и как кормят детей в первой школе? Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный посетил столовую школы номер один. Глава региона посмотрел условия, в которых готовят пищу для учащихся, ознакомился с меню и остался доволен. Естественно, проверяем, как кормите детей. Конечно. Особенно такой вопрос насущный питание школьников начальных классов, первого, четвертого, горячим, хорошим питанием. Поэтому такой неподдельный интерес. Посещение школьной столовой прошло в рамках визита губернатора накануне открытия точки роста. Юрий Бездудный признается, всегда во время визитов в учебное заведение старается посетить пищеблог. Посмотреть, где питаются работники, дети старшей и младшей школы. По мнению губернатора, питание для школьников и качество пищи в школьных столовах вызывают у него отдельный интерес. Так как дети обязаны получать вкусную, качественную пищу, приготовленную по всем принятым стандартам и в соответствии со всеми санитарными нормами. Восемь человек персонала столовой без труда справляются с большим потоком посетителей. Во время перемен столовую посещают около 900 человек. Современное оборудование, профессиональные повара, правильное хранение продуктов и приготовленной еды в столовой полностью позволяет обеспечить всех желающих качественной и горячей пищей с достойным выбором блюд. Конечно, условия очень скромные, потому что площади у нас, ну, сравнительно, небольшие. По сравнению, допустим, с другими учреждениями. Но в этих непростых условиях у нас столовая справляется, она кормит огромный контингент и детей, и работников, потому что их тоже надо кормить. Честь и хвала им. По завершению осмотра Юрий Бездудный отметил высокое качество школьной столовой и приготовленной там пищи. Александр Найда, Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. С 1 октября в штатном режиме возобновили свою работу отделение социальной защиты населения и офисы многофункционального центра «Мои документы». Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией их деятельность регламентировалась ограничительными мерами. Как сообщили в отделении социальной защиты населения, специалисты ведут прием граждан на первом этаже учреждения по вторникам и четвергам строго в часы приема с 13.30 до 17.30. Оставлять корреспонденцию в неприемное время можно в почтовом ящике на входе. Офисы «Мои документы» на территории Нинецкого округа также возобновили работу в режиме, который действовал до введения ограничительных мер. В помещениях МФЦ продолжают действовать требования Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции не менее полутора метра, масочного режима, а также ограничения по численности заявителей, одновременно находящихся в зале приема. С 1 октября государственные социальные выплаты будут перечисляться на карты МИР. При перечислении пособий после указанной даты банк будет проверять наличие привязки к банковскому счету карты МИР. Если к указанному счету привязана карта других платежных систем, таких как виза и мастер-карт, банк обязан задержать зачисление выплат. При задержании зачисления выплат получателю пособия будет направлено уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться в отделение банка для получения средств наличными, либо предоставить распоряжение о зачислении выплат на счет, которому привязана карта МИР или вообще не привязана какая-либо карта. Если гражданин в течение этого периода не явился за наличными деньгами или не предоставил распоряжение о зачислении средств на другой банковский счет, они вернутся в отделение социальной защиты. Согласно законодательству, не все пособия будут переводиться на данную платежную систему. Выплаты гражданам подвержены воздействию радиации. Государственные пособия с семьей, имеющим детей, такие как единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие на ребенка, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи с рождением третьего и каждого из последующих детей. Оформить карту МИР можно в любом банке. Кроме карты МИР, законодательство предусматривает альтернативные варианты получения социальных пособий на банковский счет, за которым не закреплена ни одна банковская карточка, к примеру, на сберегательный счет или почтовым переводом. После оформления карты МИР необходимо написать в отделение социальной защиты соответствующее заявление об изменении банковских реквизитов. На сегодняшний день заявления поступили от 400 жителей округа. В Росгвардии Ненинского округа рассказали, как не лишиться изъятого оружия навсегда. В собственности жителей Ненинского округа находятся более 7,5 тысяч единиц гражданского оружия. Правильность хранения, ношения и использования каждой из них контролирует региональный центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Сотрудники силового ведомства наделены полномочиями изымать оружие в определенных случаях. Например, за ношение его гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушение физическими и юридическими лицами установленных правил или аннулирование выданных лицензий и разрешений. Изъятое оружие подлежит принудительному отчуждению после года хранения в подразделении Росгвардии или органов внутренних дел. Это означает, что бывший владелец безвозвратно утрачивает право собственности на него. Во избежание негативных последствий в таких случаях, центр лицензионно-разрешительной работы рекомендует гражданам своевременно принимать решение о перегистрации или переоформлении принадлежащего им оружия. То есть владелец изъятого предмета вооружения имеет право продать его, подарить другому лицу, либо сдать на утилизацию в восстановленном порядке. Предусмотренный законом срок в один год исчисляется с момента фактического изъятия оружия. Точно такой же срок предусмотрен и для получения по наследству гражданского оружия, изъятого в связи со смертью собственника. Наследнику необходимо сначала оформить в Росгвардии лицензию на приобретение соответствующего вида оружия, например, гладкоствольного или нарезного охотничьего, а затем получить разрешение на его хранение и ношение. Сделать это удобнее всего в электронном виде с помощью интернет-портала госуслуги. Его пользователям предоставляется скидка 30% на уплату государственной пошлины. Традиционно в начале октября в Ненецком округе температура опускается до минусовых показателей, а земля покрывается первым снегом. Но эта осень радует необычно теплой погодой. Когда же нам ждать похолодания? Хотя в регионе устойчивая плюсовая температура, уже сейчас автолюбители начинают задумываться о смене летней резины на зимнюю, дабы не быть застигнутыми врасплох природой и обезопасить себя и других участников дорожного движения. В октябре месяц температура будет идти на понижение в течение всего месяца. Начиная с сегодняшнего дня от 9 градусов, сколько у нас сейчас на улице, к середине месяца у нас температура опустится до 0 градусов, а к концу месяца она будет уже составлять минус 3 градуса, то есть будет минусовая температура. По осадкам можно отметить, что осадки будут в виде дождя, ливневого дождя, ну и при температуре 0 и минус, конечно, будут осадки в виде снега и мокрого снега. И преимущественно это будет во второй-третьей декаде месяца октября. Что же касается грядущих выходных, то ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки, днем температура воздуха 7-9 градусов, ночью до нуля. Ветер 9 метров в секунду, по округу порывы до 18 метров в секунду. Штормовое предупреждение. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Главная цель – обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди старшего поколения, и в очередной раз выразить в их адрес добрые слова благодарности. Дворец культуры Арктика традиционно к этому дню подготовил для представителей высокого возраста праздничный концерт, который, к сожалению, в этом году из-за ограничительных мер пройдет в режиме онлайн. Жители и гости Заполярной столицы с нетерпением ждут открытия нового творческого сезона, но пока ситуации не позволяют проводить массовые мероприятия. Коллектив главного культурного учреждения региона нашел выход из сложившейся ситуации. В связи с эпид-обстановкой Дворец культуры Арктики осваивает новый формат – видеоконцерт. В концерте концерт, посвященный Дню пожилого человека. В концерте будут участвовать коллективы Дворца Арктики и этнокультурного центра. И для зрителей будет интересный сюрприз, интересная театрализация. Любимые коллективы и новые творческие номера зрители телеканала «Север» смогут увидеть совсем скоро. О дате времени трансляции мы сообщим в ближайшее время. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.